Абитуриенты Опасались неразберихи и паники, на деле все вышло с точностью да наоборот. Абитуриенты в этом году зачислялись в ВУЗы по новым правилам. С какими итогами завершилась приемная кампания 2015? Пять лет назад 17 тысяч выпускников школ, в прошлом году 14 с половиной, в этом всего 13 тысяч. По возрасту абитуриентов Самарская область подходит к нижней границе демографической ямы, заложенной в конце 90-х. Логика подсказывает, что на этом фоне число бюджетных мест в ВУЗах должно уменьшаться. Однако по сравнению с предыдущей вступительной кампанией, план приема у нас не только не сократился, но даже несколько увеличился. 9 600 первокурсников получили возможность сесть за парты за счет государственного финансирования. Где взять столько умников и умниц? Проблема решается двумя путями. Чтобы заполнить ВУЗы, нужно закрепить своих выпускников и привлечь иногородних. Судя по всему, удалось и то, и другое. Более 86% выпускников остались для продолжения обучения в образовательных организациях Самарской области. Количество уехавших за пределы Самарской области составило 1200 человек. Но отрядно заметить, что с годами вот эта тенденция, количество уезжающих, она заметно сокращается. В ВУЗы Самарской области поступило 2365 жителей из других регионов. Процентное соотношение составляет около 30% от общего приема. Итак, самарские выпускники в большинстве своем остались дома. Конечно, у каждого на то свои причины, но отчасти сыграла роль и новая система зачисления в ВУЗы, получившая название 80 на 20. По этой схеме в первую волну принимается 80% всего набора. Причем главным условием зачисления является наличие оригинала документов. На втором этапе распределяются оставшиеся 20% мест и, соответственно, шансы попасть на выбранную специальность уменьшаются. Таким образом, чтобы гарантированно поступить в институт, крайне важно было изначально сделать верный выбор учебного заведения и именно туда отнести подлинник аттестата. Видимо, самарские абитуриенты решили не рисковать и сделали ставку на местные ВУЗы. В результате ведущие университеты региона с планом приема справились на 100%. Это эффективно, да. То есть, вот эти вот 80-20, которые мы боялись достаточно сильно в прошлом году, показалось, что, в принципе, никаких проблем и никаких сильных изменений по сравнению с прошлыми годами не произошло. То есть, абитуриенты пришли более ориентированные на конкретные ВУЗы. У нас было однозначно меньше ситуаций, связанных с перебежками, с разъяснением, что мы возвращаем оригинал или принимаем. Взять три, четыре, пять лет назад, последний день, это просто ужас. Это мы закрываем на ключи двери и их выламываем. То в этом последние годы, как-то последний день в штатном режиме никаких вообще нет напряжений. Ажиотажа не было. Как утверждают представители ВУЗов, каждый, кто хотел поступить, поступил. Причем с более высоким средним баллом, чем в прошлом году. То ли школы стали лучше учить, то ли сильные выпускники в этот раз не разбежались по столичным ВУЗам и повысили показатели. Увеличивается средний балл ЕГЭ. Научно-бюджетная форма обучения составила 65, ну, немного более 65 баллов. Что касается популярных направлений, то в этом году абитуриенты продолжили осаждать Самарский экономический университет и его экономический, юридический и менеджерские факультеты, несмотря на переизбыток этих специалистов на рынке труда. В то же время и технические ВУЗы начали расправлять плечи. Наконец-то школьники взялись за физику и более-менее прилично сдали ЕГЭ по этому предмету. Ну, а чтобы понять, в каких конкретно профессионалах сегодня реально нуждается Самарская область, достаточно познакомиться с региональной программой соцподдержки медалистов. Начиная с прошлого года, выпускники-отличники, по каким-либо причинам не попавшие на бюджетное обучение, могут рассчитывать на материальную помощь областного правительства. Но только в том случае, если они согласятся учиться по специальностям, востребованным самарскими предприятиями и организациями. Они будут обучаться у нас таким направлением, как архитектура, физические процессы, горно-нефтегазовое дело, электроэнергетика, электротехника, нефтегазовое дело, педагогическое образование с двумя профилями и педиатрией. Общие итоги приемной компании ВУЗы демонстрируют важную тенденцию. Гибельный для самарской экономики перекос в сторону гуманитариев в этом году начал выравниваться. Это пока еще не баланс, но уже шаг в его направлении. Как заканчивают сезон самарские сельхозпроизводители. После отправленных под пресс санкционных яблок и сыров, следующий ход за нашими аграриями. К продовольственному эмбарго пошел второй год. Антироссийским финансовым санкциям и того больше. Что изменилось на рынке продовольствия Самарской области, кроме появления практики уничтожения санкционки? Насколько продвинулись в решении задачи продовольственного импортозамещения? Традиционно злаковая продукция занимает существенную долю рациона россиян. И в этом смысле урожай зерновых ожиданий не оправдал. По предварительным расчетам мы недосчитаемся в этом году примерно 40% от запланированного объема. Это много. Но все-таки не настолько много, чтобы вести речь о дефиците. Но что касается наших потребностей и области, мы 100% все обеспечиваем. Но более того, даже часть зерна пойдет на продажу. Что касается животноводства, мы растем. Растем достаточно активно. Выросло не только поголовье коров, но и продажи молока на рынке Самарской области. Примерно на 10%. С одной стороны, повод для оптимизма. С другой, снижение доходов россиян не стоит сбрасывать со счетов. Вполне возможно, что люди еще и перекроили структуру своей потребительской корзины. Когда не хватает на бифштекс, овсянка на молоке становится популярнее. Впрочем, не только овсянка. Тренд последнего года. Индийка растолкала локтями конкурентов в борьбе за место на столе самарцев. Еще 5-10 лет назад это мясо было малоизвестным продуктом. Сегодня его популярность растет. И те, кто сделал ставку на такой бизнес, весьма довольны тем, как идут дела. Два года назад предприятие Алексея Калинкина начиналось с двух сотен индюшек. Сегодня счет идет на десятки тысяч. Еще одна примета санкционного года попроще стала находить дорогу к потребителю мелким фермерским хозяйством. Домашний сыр, творог, производимые в малых объемах, еще совсем недавно напрочь вытеснялись крупными агрохолдингами, гигантами-переработчиками и сетевым ритейлом. Сейчас мини-фермы и мини-рынки взяли реванш и переманили на свою сторону часть покупателей. Для производителей сельхозтехники просевший рубль принес конкурентные преимущества. Причем тенденция эта затронула и производители оборудования для мини-ферм, и техники для большого сельского хозяйства. Это новая модель, 161-я. Эта машина изготавливалась два года, проходила испытания на полях. В этом году впервые она появилась на российских полях, не только в Самарской области, но и в многих других областях. Она уже себя зарекомендовала. Это у нас самая доступная и производительная техника для наших сельхозпроизводителей. Но даже доступная техника и производственное оборудование почти в 100% случаях требуют от производителя доступа к кредитным ресурсам. С этим сложнее. Однако программы бюджетной поддержки так или иначе, но работают. И практики это подтверждают. В этом году, в 2015 году, у нас было 12 тысяч долларов, 12 тысяч. Сейчас мы в этом году получили грант на 10 миллионов. Поэтому сейчас идет реконструкция у нас большая. Делаем новые корпуса, утепляем их, делаем новые крыши. И в следующем году, как минимум, выходим на 15-16 тысяч. И дальше пойдет прогрессия. В прошлом году мы выделили денег нашим сельхозпроизводителям в 6 миллиардов рублей. В 2012 году их было 2,2 миллиарда рублей. 6,2 миллиарда. И эта сумма на уровень 6 миллиардов рублей. И в этом году примерно та же сумма будет. Хоть бюджет сложный, ситуация сложная и в стране, и у нас. И мы все равно, в любом случае, будем очень активно поддерживать все начинания для того, чтобы и росла производительность труда, и совершенно современные технологии пришли к нам, и производили еще больше. Как скажется на качестве продукции отсутствие внешней конкуренции в долгосрочной перспективе? Пойдут ли сегодняшние преимущества во благо и сработают на развитие отрасли? Или, как обычно? Оценить эту ситуацию в полной мере сможем через несколько лет. А пока наблюдаем за происходящим и болеем за наших. После майского празднования Дня Победы мы вновь возвращаемся к истории той войны. 2 сентября завершилась Вторая мировая. Для ветеранов-дальневосточников эта дата не менее значимая, чем 9 мая. Так сложилось, что окончание Второй мировой войны в нашей стране не праздновалось с размахом, как отдельный праздник. Знаменитый День Победы и все, что с ним связано, это неизменное 9 мая. Но для многих наших соотечественников россиян, в том числе и жителей Самарской области, эта война закончилась не в мае. Ветераны войны дали не восточники. Когда Европа бурно праздновала победу, для них битва за мир на Евразийском континенте продолжалась. За 24 дня войны с Японией 93 человека получили звание Героя Советского Союза. Шестеро из них – посмертно. Точку в этой войне поставили советские вооруженные силы, разгромив фантунскую армию Японии. Это элитная была армия численностью 1 миллион 200 тысяч человек, если считать еще, войска на Соколине и на Курилове. Вы знаете, что Банджурская стратегическая операция является самой лучшей операцией в истории войны. В юбилейную годовщину Победы городской департамент социальной защиты организовал для ветеранов-дальневосточников особый праздник. Подарки, цветы, концерт с любимыми мелодиями прошлого. И вместе с ветеранами в зале совсем молодые ребята – ученики техникума, с которым совет ветеранов связывает давняя дружба. В этот день принято чтить память тех, кто остался на полях сражений. А тех, которые сидят в этом зале, и те, которые не смогли сегодня, к сожалению, пустая и здоровая, приехать к нам на наше торжественное мероприятие. Вот этим ветеранам хочется сказать слова благодарности за то, что вы есть, за то, что мы есть вот сегодня здесь вместе с вами, за то, что мы живем, мы благодарны именно вам, вашему подвигу, за то, что сегодня вот ребята слушают ваши рассказы, им есть что почерпнуть из того опыта, жизненного опыта, который есть у вас. Я хочу пожелать вам только здоровья, потому что здоровье для вас – это превыше всего. Здоровье, благополучие вашим семьям, благополучие вашим родственникам, родным, близким. Центральным событием праздника стала презентация книги за авторством Нины Крутовской, участница войны с Японией, многолетнего лидера ветеранской организации. Сегодня экземпляры этой книги, потомкам в пример, переданы во все школьные музеи Самары. Зафиксированная история от живых свидетелей уходящей эпохи. Книги пользуются успехом, и особенно участники, наши все получили участники, мы всем раздали музеи по школам. Трудно в чем заключалось. Мы хотели найти новые, свежие факты этой войны. Нам пришлось за свой счет отправить делегацию в Порт-Арку, чтобы набрать свежего материала. По результатам поездки и работы с архивами автору и ее помощникам удалось восстановить имена почти сотни самарцев, погибших в той войне и похороненных на территории Китая. Для некоторых семей наших земляков это оказалось единственной и долгожданной возможностью сейчас, 70 лет спустя, узнать о судьбе своих близких и месте их упокоения. Ну, насколько удалась эта книга, почитайте. Да, действительно, в прошлом году ездили мы в Порт-Арку, Китай. Там сейчас разные были времена. Сейчас память сохраняется очень здорово. И русское мемориальное кладбище, объявлено там мемориальным кладбищем провинциального значения, великолепнейшим образом содержится. Проходит время, что-то меняется, что-то остается, но подвиг воина-защитника вне времени. Он – ценность неизменная. Это была программа «Важная». Всего вам доброго и встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова